Новый британский штамм коронавируса. Новый штамм COVID-19 ученые назвали в U-202012-01. По сравнению с предшественником он гораздо более заразен. В группе риска теперь находятся дети и подростки. Выдвигаются различные теории относительно происхождения этого вируса, некоторые всерьез уверены, что он является разновидностью бактериологического оружия. В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Власти рассказали о том, что произошла некая мутация уже известного вируса. Новый вариант инфекции очень прилипчив и распространяется гораздо быстрее. За сутки в стране инфицировалось рекордное количество граждан, почти 36 тысяч. В правительстве уже заявили, что новый штамм коронавируса, который сейчас циркулирует в некоторых частях Великобритании, вышел из-под контроля. Из-за этого власти Великобритании ввели жесткий локдаун. Чем отличается новый штамм COVID-19? Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, новый вариант вируса, который состоит из множества изменений генетической линии. Особенно много изменений в гене, который кодирует спайк белок. Именно с его помощью осуществляется проникновение вируса в клетку. Основные мутации. P681H. Делеция удаления. N501Y. Всего было обнаружено 14 мутаций, которые меняют белковую последовательность. Еще обнаружили 3 Делицея и еще 6 молчащих мутаций. Всего новый штамм имеет более 20 отличий. По мнению некоторых врачей и ученых, этого достаточно, чтобы оказать влияние на новом варианте COVID-19 стали говорить с 19-20 декабря. Но британские медики уверяют, что ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса еще в сентябре. До середины ноября заражения наблюдались, но не часто. В первой декаде декабря случаев заболеваемости стало больше. Чаще всего новый штамм поражал жителей графств Кент и Ессекс. На втором месте находится Лондон. Чем опасен? Что известно о новом штамме коронавируса? Практически ничего. Есть намек на то, что новый штамм очень быстро заражает детей. Какой-либо причинно-следственной связи нет, но этот факт отображается в статистике. Сейчас нет никакой информации о том, как новый штамм влияет на смертность. Некоторые эксперты полагают, что новая форма коронавирусной инфекции не опаснее предыдущей. Разве что распространяется она быстрее, если носитель старого ковида может заразить до 1,5 человек. Носитель нового штамма подвергает опасности 2,5 человек. Как проявляется новый штамм? 10 октября 2020 года британские ученые сообщили о трех новых симптомах коронавируса, на которые ранее пациенты не обращали внимания – мышечная боль, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Также медики в Британии заметили, что многие пациенты жалуются на нарушение слуха. При этом основными симптомами по-прежнему считают повышенную температуру тела, потерю обоняния и сухой кашель. Заболевание начинается внезапно, среди полного здоровья, час назад человек чувствовал себя прекрасно, но спустя короткое время появляется один из первых симптомов. Резкая слабость, головная боль, повышение температуры. Повышение температуры может быть как значительным, до 39 градусов, так и субфибрильным, 37-37,2. Человек жалуется на ломоту в теле, болят не только мышцы, но и кости. Ему хочется лечь, желание контактировать с другими пропадает. Слабость не проходит, а присутствует все время и усиливает першение в носоглотке. Далее появляется сухое подкашливание. Резкой боли в горле нет. Незначительное першение в носоглотке осложняется появлением кашля. Не всегда появляются признаки поражения органов дыхания. Вирус садится там, где имеются наиболее ослабленные места. У части пациентов заболевания проявляется колитом, энтеритами. У некоторых резко начинает болеть живот, появляется диарея, с которой человек не может справиться. Наиболее контагиозным периодом считается то время, когда человек является разносчиком инфекции. Это период до появления первых симптомов и первые дни заболевания. У 83% детей имеют кожно-слизистые изменения. У них краснеют и опухают глаза. Этот симптом чем-то напоминает отек к венке, острейшую аллергическую реакцию. Иные признаки нового штамма коронавируса у детей. Клубничный язык. Он опухает, становится ярко-красным, бугристым. Покраснение шок. Эксперты Роспотребнадзора сообщают, что ситуация с появлением нового штамма коронавируса серьезно прорабатывается. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения. Россию с Англией связывают 20 прямых рейсов в неделю. Летать туда и обратно можно и с пересадками. 22 декабря Россия сообщила о приостановке всех рейсов из Великобритании. По предварительным данным, ограничения будут действовать в течение недели. Информации о том, как именно будут вывозить находящихся в Англии россиян, пока неизвестно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 января сообщила о первом обнаруженном случае нового штамма коронавируса в России. Главный государственный санитарный врач уточнила, что обладатель этой разновидности вируса прибыл из Великобритании и чувствует себя хорошо и симптомы COVID-19. В российских врачей пока нет достоверных данных об эффективности вакцины. Но они дают оптимистические прогнозы, по их мнению, спутник 5 способен защитить от любых мутаций. Точно такого же мнения придерживаются и западные медики, они надеются, что вакцина Pfizer способна защитить население от нового штамма. ВОЗ о новом штамме ковида. ВОЗ выступила с положительной оценкой того, как страны отслеживают мутации коронавируса. Сотрудники организации не считают, что новый штамм коронавируса в Европе является тем-то сверхъестественным. По их мнению, это наоборот естественная мутация вируса, который пытается выжить в новых условиях. Также в ВОЗ отметили, что способы защиты от коронавируса были проработаны еще несколько месяцев назад. Даже если ковид мутирует, они изменяться не должны. Доказательствами того, что новый штамм способен усиливать симптоматику заболевания, организация Мирослава. Инфекционист Евгений Тимаков скептически настроен относительно информации о большей заразности нового штамма. Не разделяет он и мнение конспирологов, которые уверены в том, что новый вариант коронавируса, по их мнению, более коварный и опасный, является рукотворным. Ая Тимаков полагает, что шум вокруг нового штамма связан с политической ситуацией в мире. Эксперт согласен со специалистами ВОЗ, он считает, что мутация коронавируса произошла естественным способом. Тимаков уверяет, что это уже восьмая генерация серьезной мутации коронавирусной инфекции. Одновременно он подтверждает, что новый штамм легче будет передаваться именно детям и подросткам до 15 лет. Это также объясняется эволюцией вируса, со временем он захватывает все большую часть населения. При этом появляются менее серьезные осложнения, а побочные эффекты протекают не так тяжело. Ольга Матвеева, молекулярный биолог, руководитель компании Sendai Virolytics, пытается успокоить конспирологов. Она также считает, что новый штамм, как и коронавирус, нельзя считать бактериологическим оружием. Специально сконструировать такой сложный вирус невозможно, к тому же бактериологическое оружие в первую очередь поражает своих создателей. Также для его создания требуется серьезный их обычным коронавирусом. В заключении комитета НЕРФ так говорится о вероятности ухода нового штамма коронавируса от иммунитета к старой. Учитывая то, что мутации приходится на участок белка, отвечающий за связь с рецептором, теоретически вероятно появление отличий с точки зрения антигенных свойств от других. О чем следует помнить? Ученые из разных стран пришли к единому выводу. В первую очередь, по их мнению, нужно поторопиться с вакцинацией. Чем меньше коронавирус передается от одного к другому, тем меньше у него шансов мутировать. Это означает, что ситуация с его мутациями будет взята под контроль. Одновременно ученые отмечают скорость распространения британского штамма. По их мнению, меры защиты власти России и других стран СНГ должны принимать уже сейчас. Во всему миру прекращается авиасообщение с Великобританией. Некоторые страны закрывают и автомобильные сообщения с этим государством. Люди, которые приезжают из Англии, обязательно помещаются на 14-дневный карантин. Но риск проникновения нового штамма на территорию РФ и других стран СНГ все-таки есть. Продолжение следует...